Всем категорическое здорово! С вами Престан и сегодня у нас пойдет разговор о невероятнейшей импище, которую я на днях соорудил. Думаю, это тот самый крат, которого заслуживает эта игра и режим тдм в частности. Но прежде чем начать стирать вам дичь, мне хотелось бы несколько расширить ваши границы понимания степени идиотизма, который сейчас происходит с игроками в рандоме и самой игрой в частности, если в силу каких-то причин вы не в курсе. Нельзя не отметить тот факт, что общий скилл игроков неуклонно снижается и далек тот день, когда идиоты из рандома не смог подсосить даже элементарной кровати. Хотя, судя по этому, 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 этому и мать его на ногу этому скляну, этот день уже наступил. Я даже не хочу упоминать об особо одаренных личностях, которые даже по кубу у мать его крайда крат построить не способны. Да и вообще, кровать с шестого, например, в сервополупреграничной давности, сможет намного лучше того, что сейчас есть на казалось бы топовых десятках. То есть да, раньше постройки от игроков были куда более разумными. Да и сам при джем яро спасался деградации игроков как строителей, вводя такие вещи как роторы и ноги. Это если ведь разговор о скеле постройки. Со скелом самих же игроков все еще веселее. Пусть не всем могут инженерку, ладно, бывает. Но сдавать с одним таким игрокам возможность скупить построенную нами имбу в робошопе, чтобы они с постройкой не будохли. Опять промачка вышла. Как оказалось внезапно, люди с растущими и жоп-клешнями даже купить топовый крат не только тащить, но даже заставлять хоть какую-то грамотную конкуренцию не способны. Ну и вот вам небольшое подтверждение. Я думаю, вы уже успели обратить внимание, на чем я летаю. Это крат электроклауд, срока форума, который там считается чуть ли не лучшим. Балансировка страдает, бронирование, как вы можете видеть, тоже. Тем не менее, крат паршил, назвать мне язык не поворачивается. Для теста я снял с него плиты и просто зашел на него в бой. Несмотря на то, что я бы ставил явную опасность, меня никто толком не контрил. Несмотря на то, что в этом кратстве было на тот момент едва ли полсотни блоков. И эту запись я прошу заметить, сделал с первого раза. То есть, я думаю, вы оценили размах ситуации. Семка дэмэджа, как с куста срезал. И это с учетом того, сколько раз я промахивался и в очередь занимался не тем, что надо. При таком раскладе делать что-либо тащище, как-то не камильфо. Определенно, надо делать истинную имбу, в самом прямом смысле этого слова. Нужно делать крат, который будет достоин своих тиммейтов. Как-то раз, один квадро пентапортир в БРСЦ сказал, богует крыло, бомбит каждый бой. Выход есть, строй без крыльев и без гелия. Если ты совсем дикарь, сделай это на несимметричной конструкции. Могу с уверенностью утверждать, что мне это удалось реализовать в полной мере не только без крыльев, ели, но даже без страсти. Итак, представляю вам новый тренд этого сезона – шмантис. В наличии у него имеется 30 сантиметров нагиба, 15 сантиметров армора, система фаламетрируй и гни. Фаламетрируй и гни, тащи катку одной рукой. А также тут есть стройное антиприкарное покрытие и система зашквардывая квадратного пентапорса. Сия незамысловатая и во всех смыслах тащищая конструкция является тем крафтом, который превосходит и безызвестный крафт сабата по всем параментам. Как минимум, у меня длиннее. Так же как и мантис, мой крафт снаряжен электроплитами и хитрой броней. Зачем она? Не знаю, но она есть. Также, следуя новейшим трендам капровстроя в качестве основной движущей системы, мной был выбран самый топовый вид передвижения для летатовой, а именно, ротор. Как и в случае с ногами, данный тип передвижения позволяет стабилизировать абсолютно любую, даже самую дерьмовую конструкцию, при достаточном их количестве. Я, конечно, понимаю, что при использовании ног, мне бы даже над их количеством париться не пришлось, но все же. По крайней мере, в отличие от сабата, я не использовал не только гели и крылья, но также и трастеры. Предлагаю проверить, как эта концептуально угнетающая конструкция покажет себя в бою. Нагибу поддаются не только кровати, шагоходы, интерцепторы и мегаботы, но даже скауты. Возможность устанавливать несколько типов вооружения сделает этот крафт идеальной платформой для абсолютно любого типа вооружения, будь то Тесла Хилл, Плазма или СМГ. Особые конструктивные особенности позволяют Шмунтицу вести огонь из-за любых складок рельефа, при этом почти не получая урона в основную несущую конструкцию. При отсутствии мегабота вы сможете его заменить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 16К дэмэджов ТДМ на Т-10, это конечно не рекорд, но это весьма показательно для крафта, собранного за полчаса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как можно видеть, этот крафт является невероятным имбовым и простым в освоении, позволяя даже аутисту вытаскивать любую катку с любым вооружением без напряга, на что всякие там мантизы не способны. К слову, этот крафт можно найти в рабошобе в запоиске соответствующий запрос. Ну это всё, всем всего! Ну и напоследнее небольшое, так сказать, по скрипту. Я тут, конечно, простебался неплохо, собрал лоузов, но серьёзно, люди, хора строить дерьмо, вечерний маншот не выходит лишь потому, что у меня скопилось около 2-3 склинов, и половина из них это кандидаты в рубрику. А сидеть их перебирать как-то, ну, совсем не Камелефо, а архив-то полнится всё же. Что же касается самой конструкции, то сам концепт довольно забавен, и в принципе имеет право на жизнь в какой-то мере, если его довести до ума. Как пример, мы можем попробовать сделать, допустим, хобер с хилками на палку, думаю, будет забавно, ну или аналогичную надо брать. Как минимум это будет забавно, и получите довольно-таки новый опыт. Редактор субтитров А.Семкин